Меня зовут Алексей, я в дилинге с 1 ноября. Почему в дилинг пришел? Дело в том, что 31 августа я закончил свой долгий путь в найме и выбирал, чем бы мне заняться. Проанализировав различные направления, у меня были несколько критериев ключевых. Это чтобы моя основная деятельность не ограничила меня по возрасту, чтобы можно было заниматься ею из любой точки мира желательно. Ну и хотелось бы, чтобы это было как минимум пассивный доход, а лучше, чтобы это был основной доход. И проанализировав несколько направлений, я понял, что трейдинг это как раз то направление, которое удовлетворяет моим основным критериям. Если говорить про трейдинг, я пришел еще в 21 году, но это было такое самобытное самообразование, торговля по сигналам, какие-то гуру что-то там говорили, естественно, что-то мы торговали. И понятно, это было не системное, и было больше ошибок и сливов, нежели профитов. Конечно, 24 февраля подкосило меня основательно, и я долгое время из этой темы вообще выбыл. Ксилиусам я знаком по нескольким учебным мероприятиям, тренингам, которые я прошел. И я про эту компанию узнал где-то, наверное, год. Поэтому, когда у меня стал вопрос, что нужно обучаться для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении, то нужно было выбирать какую-то компанию. Где обучаться, чему обучаться и насколько вообще обучение это будет удовлетворять меня с точки зрения качества. У меня выбрано несколько компаний, и Ксилиус в том числе. И если говорить про обучение трейдинг на миллион, то для меня, мне оно зашло лучше всего. И после этого обучения я понял, что для того, чтобы стать трейдером и иметь это как основной вид деятельности, основной доход, мне нужно повышать свое качество трейдинга. Естественно, я пробовал работать и из дома, но здесь для кого-то это удобно, для кого-то это нет. Естественно, дома есть много плюсов, когда есть отдельное помещение, где можно закрыться и тебя никто не беспокоит с 10 до 19 часов. Но у меня такой возможности не было, хотя есть кабинет, но все равно закрыться полностью невозможно было. То одно, то другое. Поэтому я понял, что мне нужно лучше пойти в дилинг, где будет создана необходимая атмосфера и где я могу полностью посвятить себя трейдингу и качеству своей торговли. Поэтому решение было принято достаточно быстро, а так как дилингов в Москве, можно сказать, нет от слова слова совсем, то дилинг в Силиусе это был единственный вариант, который я для себя и выбрал. И несмотря на то, что я трачу на дорогу где-то в районе часа, я совершенно не напрягаюсь, потому что я знаю, что за это время у меня есть возможность сделать некий анализ, посмотреть новости, пока я еду и приехать уже в дилинг с определенной уже базой, с какими-то вариантами и каким-то сценарием, что я буду сегодня делать. Поэтому время на дорогу тоже трачу с пользой и это меня сильно не напрягает. В чем разница торговли дома и торговли в дилинге? Конечно, на мой взгляд, в дилинге есть неоспоримые преимущества. Потому что когда ты торгуешь дома один, то, особенно если ты начинающий трейдер или трейдер с небольшим опытом, то ты очень много сомневаешься. Входить, не входить, правильно ты нарисовал уровень, неправильно ты нарисовал уровень, вот правильно наклонный, неправильный, пробой, не пробой. Поэтому возникает слишком много вопросов, на которые ты грамотных ответов не знаешь. Поэтому большое количество ошибок появляется и, естественно, много разочарований под конец дня. Вот. И, естественно, дома у тебя и спросить не у кого. Потому что ты один и, естественно, рядом с тобой никого нет. Никого нет, с кем ты мог посоветоваться. В дилинге же здесь наоборот. Есть своя атмосфера. Здесь пришли ребята и девушки торговать. Те, которые хотят этому обучиться и сделать свою торговлю более качественной. И, на мой взгляд, здесь созданы все условия для этого. И здесь ты можешь задавать любые вопросы, которые у тебя есть. Вот. Здесь вот достаточно такая обширная программа в течение недели. И проходят и онлайн мероприятия в Телеграме, по разбору сделок и оффлайн и онлайн. Постоянные ответы на вопросы. Ты можешь задать любой вопрос и и шефу по дилингу, и другим сотрудникам дилинга и получить персональную консультацию. Вот. Потом здесь ты, если дома ты торговал по каким-то стандартным формациям, то здесь ты, рассматривая сделки других ребят, ты для себя и я для себя подмечаю какие-то альтернативные варианты входа, да, которые ребята используют и получают профит. Вот. Поэтому здесь я расширяю и набор тех формаций, по которым я могу входить. Вот. Потом в дилинге происходят встречи с, так сказать, гуру трейдинга, которые занимаются этим там, ну, больше, больше, чем 20 лет. И поэтому их мнение и их оценка текущей ситуации на рынке, она всегда очень качественна. Это и Царихин, и Донецкий, и Стукалин Денис. Когда они выступают, они очень делятся своим мнением и эта информация очень ценная, потому что она базируется на колоссальном опыте, который они имеют за все время, когда они в трейдинге. Ну, с того момента, когда они в трейдинге. Я скажу, что мне нравится в дилинге, это помимо того, что да, здесь есть абонентская плата, но в моем понимании эта абонентская плата, она с лихвой покрывается и окупается именно вот тем набором ценностей, которые я здесь получаю. Это безлимитная консультация даже персонально с Алексеем, шефом по дилингу. Это общение с ребятами, когда я могу задать любой вопрос, они могут у меня спросить любой вопрос. Мы обсуждаем сделки, стоит входить, не стоит входить. И здесь как раз именно присутствует коллективный разум, который повышает нашу торговлю в принципе. Потом, что еще? Ну, про выступления опытных трейдеров я уже сказал. Это тоже плюс, потому что можно с ними пообщаться вживую и задать любые вопросы, которые меня интересуют. Да, вот буквально недавно у нас упал Дмитрий Донецкий. И как раз идея с покупкой АФЗ была как раз от него, чем, собственно, я наполовину уже воспользовался. Вот, поэтому выступление этих людей, которые имеют колоссальный опыт, оно тоже очень ценно. Что не нравится? Не нравится то, что время быстро заканчивается именно в процессе трейдинга. Когда ты постоянно находишься, в рынке, время пролетает незаметно и уже нужно идти домой. Вот, ну, конечно, это шутка. Нужно делать перерывы, потому что невозможно находиться постоянно привязанным к монитору. Вот, но что-то другого, что мне не нравится, я не могу здесь сказать, что мне не понравилось. Если говорить про Алексея шефа поделинга как отдельного человека, то, ну, здесь могу сравнить только как, вот, в армии есть такое выражение, там, ну, что прапорщик это прямо и мама и папа для солдат. Вот, Алексей, шеф по дилингу, он как раз, наверное, здесь такую функцию и выполняет. Помимо всего прочего, Алексей еще очень хороший, ну, на мой взгляд, он хороший психолог, потому что он очень тонко чувствует психологию каждого трейдера и умеет подобрать ключи и подстроиться под конкретного человека, умеет вовремя подсказать, что нужно сделать, особенно если эта проблема возникает психологического характера. Поэтому могу сказать, что вот у меня в жизни и в работе было два человека, которые вот очень повлияли на мой, на мою карьеру. Вот, и они по психотипу очень похожи на Алексея. Надеюсь, что у меня в трейдинге будет такой же успех, как и в предыдущей сфере. Я думаю, что те люди, которые хотят посетить себя трейдингу, а особенно те, которые хотят заниматься этим профессионально, я считаю, что дилинг как раз самое место, где можно свои навыки и знания развить на практике. Потому что, ну, знания без практики, они, ну, ничто. Вот, поэтому для себя я принял решение, что я, скорее всего, продлю еще на два месяца свое пребывание в дилинге, это как минимум. Вот, ну, а дальше у меня цель выйти на окупаемость стоимости дилинга и стать постоянным членом. Личный вывод, что я уже сейчас за три недели замечаю, что качество моей торговли, оно улучшилось. Улучшилось с точки зрения именно входов. То есть, менее дерганых, менее эмоциональных входов. И я считаю, что, даже несмотря на то, что пока что я работаю в нулях, вот, я считаю, что качество моей торговли, оно за три месяца стало сильно лучше. Вот, поэтому всем я рекомендую именно работу в дилинге. Вот, поэтому всем удачи!